Дамов, святой князь Владимир, построенный храм-корабль Владимиром Корецким. Да, из Волгограда прибыл Владимир Корецкий, основатель фестивалей, 12 фестивалей памяти Владимира Высоцкого. Вот он вчера звонил мне, уже проезжает Тамбов, что он на пути. Так что, пожалуйста, Владимир. Мы с Николаем Кьяновичем уже поздоровались, ехали на одной машине и вместе молились по дороге. Поэтому я еще раз с этой сцены поздравляю вас, Николай Кьянович. Я очень рад, что у меня... Может быть, микрофончик обойдите? Да я смотрю тут микрофон. Как лучше? Лучше к нам все-таки с микрофонами. Хорошо звучать. Тут у нас есть микрофон, который подсоединяется. Не, не надо. Два микрофона просто. Один голос, другой гитарь. А, даже что у вас есть. Ну, отлично. Тут все, попробую лежать. В крючу, да? В крючу. Николай Кьянович, ну, мы, проводя каждый год фестивали памяти Высоцкого, каждый год там любители творчества Высоцкого возносим свои аплодисменты до небес, чтобы вы их здесь услышали в Москве. И в прошлом... В этом году, вернее, да, Наташа? Наталья Берн побывала у нас на фестивале, и она видела, как любят вас на Волге. Поэтому я вот привез эти аплодисменты и хочу вам спеть песню, которая является для меня какой-то уникальной. Я сам работаю уже почти 30 лет директором железнодорожного предприятия в Волгограде. И когда впервые я услышал эту песню Высоцкого, директоров мы стали экономить, а нас каждый год снимают, там, выговора объявляют. Я понял, что это про меня. Потому что... Но когда я с вами сейчас познакомился, и когда вы мне... Ну, мы каждую неделю практически с вами созваниваемся, и вы мне всю биографию рассказали так, что ваша биография как моя. И я сочувствую, сопереживаю, понимаю вот всю эту вашу работу директорскую. И сколько раз вас снимали, и сколько вы мне сегодня рассказали, даже сажали за то, что устроил этот театр. Поэтому хочу, чтобы эта песня вот сейчас прозвучала как воспоминание, как Владимир Высоцкий, 15-летний, написал и с этой сцены спел песню, в которой упоминается директор театра Дубак Николаевич. Директоров! Директоров мы стали экономить и речи задержать под полпаком. Хоть кокон был неполный, Коконович, но он не стал и полным тупаком. Сперва свинели жил мыло-мыло, Но мыло омрачило на мчелок. Тогда таганка жила-возродила, И все теперь идет куда не шло. Дает штаганка сразу или-или, С ножом пристали к горлу, как кидать. Считают, что невинности решили, Пусть думают, зачем разубеждать. А знаем все на перечет и правду, Заранее предчувствовать беду. Но все же, сколько пробовали на зуб, Мы целы на пятнадцатом году. Таланток-2, созвездие, 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 И на луне оправились от ран. Нам очень скоро будет совершеннолетие, Получим паспорт, может быть, за гран. Все полосами, все должно меняться, Но, кажется, и в белой полосе. Нам очень скоро будет восемнадцать, Получим право голоса, как все. Мы в двадцать лет, даст Бог, за счет победу, Напишут дату на какая ордера. А дальше можно, даже в высшей мере, А если дальше, так в высшей орудинах, Придут другие в драме и в балете, И в опере опять поставят в масть Тот-пятьдесят в другом тысячелетии. Мы будем про бедна заиспоминать, Грозят сломать, Благимя-благим сурнали, А им бы умных лучше строить, не ломать. Пятнадцать лет театр ломали, не сломали, Так дальше вот, так анти, и в сороку стоять. У нас сегодня для желудков стряска, Того и сегодня личный интеллект. А разговаривайтесь, потому как Пасха, Идейте за пятнадцать наших лет. Пятнадцать лет не дата, так отрызок и недоедок, Балтий не так, и четверток, Такой и так, не этак. А мы живем и не горим, Хотя победили нет, брода. Чего хотим, то говорим, Свобода, брат, свобода!